Это итоги недели в студии Ольга Васенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Выгодный кредит, противовирусная вакцина и гостеприимная синяока. Беларусь возглавляет рейтинг наиболее популярных стран СНГ у российских туристов, что больше всего привлекает путешественников. Под защитой государства в Бобруйске прошла церемония принесения присяги для вступления в белорусское гражданство. Я живу в тишине и спокойствии. Как это было? К четырем прибавить два. В Беларуси отметили День знаний. Я очень был рад, я позавтракал и быстрее в школу. Сколько первоклашек сели за парты? В полном метре нашей истории. Беларусьфильм представит зрителям киноленту на другом берегу. Будут и дневные, и вечерние сеансы. Почем билет? Природные катаклизмы, массовые протесты и последствия санкций. Годовая инфляция в еврозоне перестала замедляться. Что с потребительскими ценами? Президент собрал заседание Совбеза по вопросам обеспечения национальной безопасности. Геополитический интерес к нашей стране со стороны Запада не угасает. Напряженная обстановка в мире непосредственно у наших границ. Санкционное давление не позволяет самоуспокоиться. Время заставляет быть начеку. Весной Варшава уведомила решение не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружением. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. Ряд предложений по выработке мер обеспечения национальной безопасности, которые были представлены президенту, глава государства поручил доработать и представить в виде постановления. Кредитная история несанкционированной операции и в стиле кантри. Беларусам помогут приобрести деревянные дома отечественного производства. Какая минимальная цена? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Беларусы стали брать заметно больше кредитов. Общий долг с июля прошлого года вырос на 13,5%. На 1 августа сумма более 18 миллиардов рублей. Тогда как за год до этого было примерно 16. Большая часть займов идет на решение жилищного вопроса. На потребительские цели обычно не более трети. Среди компаний сохраняется тенденция уменьшения кредитов в валюте. В Беларуси появится противовирусная вакцина собственного производства. В октябре ее опробуют на добровольцах. Платформу для создания лекарства Белвид Унифарм отработала на COVID-19. Это засчитает гепатита, гриппа, оспы и списка других болезней, которые сейчас проходят дополнительные апробации. Необходимость в отечественном препарате возникла во время пандемии коронавируса. 1 марта 2024 в Беларуси появится новая система борьбы с мошенниками. Обмен информацией между банками и правоохранителями позволит оперативно блокировать несанкционированные операции. Многие транзакции можно будет приостанавливать до того, как аферисты успеют вывести деньги. За 2023 в стране зафиксировано 10 тысяч киберпреступлений. Беларусам помогут приобрести деревянные дома отечественного производства. Лесхозы могут предложить жилища из бруса под ключ по минимальной цене от 30 до 100 тысяч в зависимости от размеров и конструкции. 19 хозяйств уже производят постройки, 12 пилотных проектов продано. Рассматриваются варианты приобретения в рассрочку или кредит. Беларусь возглавляет рейтинг наиболее популярных стран СНГ у российских туристов. На первом месте у путешественников запросы на короткие поездки, такие как сити-туры, на втором – санаторный отдых, на третьем – экскурсии. К слову, с начала года нашу республику по безвизу посетили более 300 тысяч иностранцев. На благо страны. В Бобруйске прошла 53-я очередная сессия Гурсовета депутатов. На повестке дня – реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025. Подведены также итоги работы за последнюю пятилетку и намечены планы на ближайшее время. Продолжит тему Елизавета Лепеева. Два сыночка и лапочки дочки. Александра Последович исполнила заветную мечту – создала большую семью. У женщины подрастает четверо детей. Младшему – 7 месяцев, старше – 10 лет. Благодаря госпрограмме уже два года живут в «Новой трешке» в Киселевичах. Я всегда хотела много детей. Я очень люблю сама по себе детей. У меня профессия такая, ну, я воспитатель детского сада, поэтому мне нравится, я довольна. Я так и хотела, чтобы у меня было два мальчика и две девочки. Когда много деток – это супер. Поддержка государства начинается еще до рождения малыша. Женщины получают бесплатное, доступное и качественное медицинское сопровождение. Плюс декрета – на мать и ребенка государство выплачивает ежемесячное пособие до трех лет. Размеры регулируются дважды в год. Большое подспорье для многодетных – семейный капитал. Он назначается при рождении третьего или последующего ребенка. В 2023 сумма выплат почти 30 тысяч рублей. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, медуслуги и образования. За последние 10 лет количество многодетных увеличилось на 70%. Для того, чтобы использовать семейный капитал досрочно, нужно обращаться в райисполком или администрацию района, если это в городе. В основном занимаются службы одного окна. Обращается мама, то есть член семьи, которому назначен семейный капитал. Реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» – ключевая тема 53-й очередной сессии Бобруйского горсовета депутатов. В нашей стране этим вопросам всегда уделяется особое внимание. Положение проекта затрагивают практически каждого белоруса. Его цель – создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения. Одно из главных нововведений этого года – обязательная диспансеризация. Только в Бобруйске в списке уже порядка 50% горожан. Для удобства в поликлиниках выделены отдельные кабинеты. Запись как через холл-центр, так и по интернету. У каждой возрастной категории свой протокол. Пациенты до 39 могут обследоваться раз в три года. Старше 40 – ежегодно. Человек получает выписку, которая служит основанием для выходного с сохранением зарплаты. Наниматели готовы идти навстречу. Основой ее является анкетирование с определением факторов риска развития хронических заболеваний, в соответствии с этим назначение лабораторных и инструментальных обследований, с последующей консультацией врача общей практики и врачей-специалистов. Основная задача диспансеризации – это медицинская профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в любую поликлинику города Бобруйска. Согласно данным Белстата, численность населения страны на 1 января 2023 – 9 200 617 человек. 16% – люди старше 65. К 2030-му каждый пятый достигнет этого возраста. Решая проблему сегодня, мы заботимся о нашем завтра. Поэтому и меры по защите демографических интересов здесь и сейчас стоят во главе угла. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Приятная новость. Белорусам с 1 сентября повысили пенсии. Увеличение коснется всех видов. По возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В среднем прибавка 5%. Сумма у каждого своя. Все зависит от стажа и уровня дохода за время работы. На выплаты направлено 1,7 млрд рублей. В Первомайском районе повышение коснется свыше 29 тысяч пенсионеров. Также хочу отметить, что с увеличением бюджета прожиточного минимума с 1 августа были увеличены социальные пенсии. Во второй раз за год повысится и базовая ставка. Сумма вырастет с 228 до 235 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата бюджетников. Торжественно клянусь. В Бобруйске прошла церемония принесения присяги. Нововведение вступило в силу в июле этого года. Полноправными гражданами нашей страны стали более 27 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Как это было далее. Сердце обливается кровью. В конце 2015-го Валентина Асессарова продала дом за копейки в родном Донецке, чтобы жить в мире и спокойствии. В сторону Ростова добиралась попутками через минное поле. Оттуда приехала поездом в Бобруйск, где с теплом приняли родственники. За 8 лет практически с нуля обустроила жилье в частном секторе, обрела новых друзей, а главное – уверенность в завтрашнем дне. Я живу в тишине и спокойствии, и очень удивляюсь некоторым людям в Беларуси, которые не ценят яд. А у меня есть с чем сравнить. Чистый воздух, красивая природа и уютные улицы – причины, по которой семья Кулик переехала из Казахстана в Беларусь два с половиной месяца назад. Выбрали Бобруйск. Здесь обознавались их дети и внуки. Через пару недель после приезда Валентина и Николай приобрели двухкомнатную квартиру в микрорайоне Киселевича. Все устраивает. Мы здесь так быстро и легко обжились. Супруга младшего сына, она педагог. И как бы сразу здесь инновационная школа открылась, и ей предложили здесь место поработать. И, в общем, как-то все складывалось так, чтобы дети приехали в Беларусь, именно Бобруйск. В июле этого года вступили в силу изменения в закон о гражданстве. Теперь, чтобы стать полноправным жителем нашей страны, иностранцы принимают присягу на белорусском или русском языке на выбор. В Бобруйске такая церемония проходит впервые. Дает клятву быть патриотом Второй Родины 21 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Соблюдать, уважать Конституцию и Республики Беларусь и иные акты страны. Защищать независимость, ферменты и территориальные ценности и республики Беларусь. Это было искренне. Это было от души, потому что люди принимали присягу на верность белорусскому народу. Я думаю, что сегодняшняя мероприятие прошла на высшем уровне. Прежде чем получить паспорт, новоиспеченным гражданам предстоит сдать тест на знание одного из государственных языков – русского или белорусского. Этого можно избежать в случае наличия аттестата или диплома о получении должного образования. Все инновации в закон позволяют иностранцам сделать осознанный выбор в пользу мира и спокойствия. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. На другом берегу. Беларусь. Фильм представит зрителям историческую драму. Показы пройдут во всех кинотеатрах страны. Они приурочены ко Дню народного единства. Автор сценария – Иван Криворучко. Режиссер-постановщик – Андрей Хрулев. Сам фильм рассказывает о событиях 1925-го, когда после подписания мирного Режского договора вся западная часть Беларуси оказалась под властью поляков. Местные жители 4 года ведут партизанскую войну. На территории работают агенты советской разведки. Но все попытки отстать хотя бы собственную веру и церковь жестко подавляются. Этот фильм будет демонстрироваться и в кинотеатре «Товарищ», и в кинотеатре «Мир». Для удобства наших зрителей у нас будут и дневные, и вечерние сеансы. Стоимость билета – 3 рубля. Узнать время сеансов можно в социальных сетях и кинотеатрах. Школьный старт. В Беларуси отметили День знаний. В каждом учебном заведении страны прошли торжественные линейки. Для миллиона учеников в двери распахнули 2865 госучреждений. Впервые за парты сели 110 тысяч первоклассников. Для каждого из них ценные подарки и искренние поздравления. Подробности далее. Белоснежные блузки и пышные банты. Искренние улыбки и трепетные эмоции. Первое сентября – радостный день для педагогов, учащихся и их родителей. Торжественная обстановка царит в каждой школе города. В гимназии номер 3 – двойной праздник. Теперь обитель знаний носит почетное имя герой Беларуси – митрополита Филаретова-Хромеева. Это наш учитель. Он очень многое вложил в нашу страну. И будет пример митрополита Филарета, я считаю, достойным образом для подражания учащихся гимназии номер 3. Наша обновленная красивая школа открывает снова двери. Снова это рой впечатлений, это рой прекрасных глаз и усмешек. С праздником, с Днем знаний и всего самого лучшего, теплого и светлого в новом учебном году. Учреждения образования славятся своими достижениями. На экскурсии гостям есть что посмотреть. Современный STEM-класс, робо-сумо, инновационные разработки старшеклассников. Здесь же открывается инженерный класс. Такое нововведение и в других гимназиях города. С каждым годом образовательный процесс становится более увлекательным и эффективным. Поздравляем наших учителей, педагогов с началом занятий с 1 сентября, но и особенно наших первоклассников, которые в городе Бобруске сели за партой 2500 человек. Главные герои этого дня волнуются больше остальных. У маленьких непосед звездный час, читают забавные стихотворения и исполняют веселые танцы. Для каждого первоклассника подарок от президента – книга «Беларусь наша родима». Самое душевное пожелание, с самой точки зрения важное – это все-таки быть патриотами. И я уверена, что ребята из 2-й гимназии именно такими будут. Еще раз праздником – Днем Знаний. Буквы разные писать с тонким перышком в тетрадь. Впереди у первоклассников насыщенное погружение в мир знаний. Озорные ребята с интересом разглядывают красочную доску и, затаив дыхание, слушают свою первую учительницу. Мне очень понравилось. Я неожиданно встал, меня разбудили, потому что я очень был рад. Я позавтракал и быстрее в школу. Там 10 минут оставалось до начала, и мы успели, и все было хорошо. Я хочу стать спортсменом, футболистом. Вот Роман мой тоже хочет стать спортсменом, футболистом. Да? Да. Мы вдвоем на футбол ходим. Да? «Беларусь и я. Диалог мира и созидания» – тема первого урока, которая актуальна как никогда. Государство заинтересовано в том, чтобы после обучения на всех этапах в экономике были заняты грамотные и квалифицированные специалисты. 11-классники с первого дня стремятся побыстрее начать подготовку к поступлению во взрослую жизнь. Для них этот учебный год последний и самый важный. От этого года я ожидаю, пожалуй, веселый настрой и очень активно буду проявлять себя в гражданской позиции. Также надеюсь на то, что год дастся легко и будет довольно интересно. В моих планах хорошо закончить этот учебный год, добиться как можно более лучших баллов, чем были в прошлом, хорошо сдать экзамены, ЦТ и поступить в Городинский медицинский университет. В сфере образования всегда уделяется особое внимание. С 1 сентября повышаются зарплаты педагогов на 15% от оклада. Самую большую надбавку получат учителя и преподаватели за классное руководство и кураторство учебной группы. В учебном году приоритетным направлением по-прежнему останется обеспечение качества образования, развитие олимпиадного движения, исследовательской деятельности, в работе по воспитанию учащих, в воспитательной работе по-прежнему актуальными будут воспитание гражданина-патриота своей страны, формирование основ безопасной жизнедеятельности учащихся. Школы города распахивают двери для более чем 24 тысяч учеников. Ряды педагогов пополняют 95 молодых специалистов, 57 – бобруйчане. Впереди плодотворное время новых достижений и интересных занятий. А пока амбициозные мечты вместе с воздушными шарами взлетают высоко в небо. В добрый путь! Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Кристина Арианс, Павел Зуев, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Проезд запрещен, прорыв в медицине и катастрофическая ошибка. Токио начал сброс очищенной радиоактивной воды в Тихий океан. Можно ли будет покупать японскую рыбу? Далее громкие заголовки мировых новостей. В Европе усугубляются последствия санкций. Годовая инфляция перестала замедляться. По итогам августа показатель не изменился и остался на уровне июля 5,3%. При этом потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. В Пятой Республике жители вынуждены менять свой привычный образ жизни. Вместо ресторанов, домашний ужин, традиционные отели заменяют открытые кемпинги и арендное жилье. 80% французов не могут позволить себе отдохнуть за границей. Национальная служба здравоохранения Великобритании первой в мире предложит сотням пациентов в Англии инъекцию против рака. Новая медицинская разработка позволит уменьшить время лечения почти на три четверти, благодаря чему специалисты смогут обслуживать большее количество людей. Для введения предыдущего лекарственного препарата необходимо было 30 минут, а иногда и целый час. Сейчас процедура займет всего семь. В Токио, вопреки акциям протеста, специалисты начали сбрасывать в Тихий океан более миллиона тонн воды, которая ранее охлаждала реакторы аварийной АЭС «Фокусима-1». Причина такого поступка – в нехватке места хранения радиоактивной жидкости в резервуарах. 90% жителей Японии ожидают негативные последствия для экономики страны. К слову, необходимый период для сброса воды – 30 лет. В Греции полыхают самые масштабные в истории Евросоюза пожары. На протяжении двух недель спасатели не могут справиться со стихией, которая захватила северо-восток страны. Уничтожено уже около 150 тысяч гектаров леса. Погибли порядка 25 человек. Большинство из них – мигранты. Основная причина катастрофы – аномальная жара. Однако задержаны почти 80 человек, которые подозреваются в поджоге. Известная фигуристка Александра Пол погибла в жуткой автомобильной катастрофе. Участница Олимпийских игр 2014 в составе сборной Канады по фигурному катанию ушла из жизни в 31 год. В машине она находилась со своим маленьким сыном, который, к счастью, выжил. Сейчас малышу ничего не угрожает. Такими уходящие семь дней выдели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова